Здравствуйте! Это рубрика «Право имею» и я, Наталья Ладудька. Цены на недвижимость во Владивостоке объективно упали. И те, кто только задумывался о собственном жилье, от мысли переходят к делу. Как из счастливых покупателей не превратиться в обманутых дольщиков? Об этом в рубрике. На популярном сайте объявлений однокомнатных квартир на продажу в избытке. Большинство стоимостью 3 миллиона 200 тысяч. За такую цену можно купить жилье с косметическим ремонтом рядом с остановкой в доме 80-го года постройки. А на 500 тысяч дешевле нам предлагают квартиры в строящемся доме, просторной однушке в новом районе. Привлекательно и экономно. Но опыт подсказывает, далеко не все стройки заканчиваются новосельем. Стоит ли рисковать ради красивой картинки? Разберемся, можно ли вернуть свои кровные, если застройщик вдруг обанкротится. Когда жилье получает статус долгостроя, единственное, что можно сделать – обратиться в суд с иском о признании права собственности в объекте незавершенного строительства. Проще говоря, стать хозяином не квартиры, а стен и фундамента под ними. Это поможет в случае, если компанию объявят банкротом. Ее имущество выставят на торги, чтобы рассчитаться с такими же пострадавшими. И горе-квартира останется при вас. Но еще неизвестно, хорошо это или плохо. На долгострою будут искать нового инвестора. Тут уж как повезет. Если дом почти готов, вероятность найти застройщика есть. А еще есть вариант, что придется добавлять на стройматериалы из своего кармана. Что касается денег, то их не вернуть. Замораживают стройку как раз из-за того, что средства украли или потратили. Поэтому придется надеяться и ждать. Долго. Только одна процедура банкротства занимает не меньше полутора лет. Вот такая экономия. С вами была Наталья Ладудька. Конечно, есть стройки со счастливым финалом. Трезво оценивайте риски. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова